Король инструментов вновь на троне. Коронация Большого Ульяновского органа или инаугурация, иначе эту церемонию не назовёшь, состоялась в Малом зале Ленинского мемориала. Теперь это органный зал, оборудованный по последнему слову техники. Во время ремонта использовали специальные материалы, которые отражают звук. Обновлённый зал тоже был презентован. Известные музыканты протестировали и инструмент, и зал. Я вообще считаю, что открытие нового акустического зала, особенно не в столице, а в региональном городе, это всегда важнейшее событие, потому что музыканты очень часто страдают, что они вынуждены играть в залах, не приспособленных вообще для музыки. Потому что для артиста очень важно, чтобы звук летел, чтобы он слышал именно то качество звука, которое предполагал композитор. И, конечно, это очень важно для публики, чтобы они слышали живой естественный звук, а не суррогат. Напомним, что орган несколько лет томился в саркофаге в старом здании филармонии и, по словам специалистов, медленно умирал. Чтобы его реанимировать, руководство Ленинского мемориала приняло решение перенести его в Мемцентр. С этим предложением они обратились к немецкой фирме Ойли, которая 40 лет назад занималась созданием и установкой органа. В конце прошлого года немецкие мастера добросовестно орган разобрали, прочистили все его части, перенесли и уехали. Но приехать назад уже не смогли. Вмешались санкции. Проект подхватили российские мастера. Сегодня, можно сказать, вы присутствуете при рождении такого чуда, как бы второе рождение органа. Это и вообще происходит очень редко, как правило. Но орган уже строится для своего конкретного места. Поэтому и не бывает двух одинаковых органов. Все точно всегда рассчитывается под параметры помещения. Поэтому любой перенос – это большой риск. Но надеюсь, что сегодня все убедятся в том, что в данном случае риск оказался оправданным. К счастью, в России не перевелись органные мастера, которые оказались в состоянии собрать орган заново. Это Денис Фомичев, органный мастер Свердловской филармонии, и Сергей Горохолинский, органный мастер Карельской филармонии. Можно сказать, они собрали сложный пазл, оставшийся от немецких мастеров. К сожалению, как оказалось, некоторые части органа были утрачены. Их пришлось восстанавливать. Было легкое волнение, прямо скажем, перед началом работ. Потому что, ну, когда начали ящики распаковывать, да, куча запчастей, деталей каких-то, помимо труб, да, непонятно откуда, куда этот потом встанет. Вот. Ну, потом потихоньку как-то каждая деталь, каждая, находили свое место. По словам народного артиста России, заведующего кафедрой органа и клавесина Московской государственной консерватории имени Чайковского Рубина Абдулина, который 40 лет назад участвовал в первом органном концерте филармонии, в новом зале инструмент звучит гораздо лучше. Это говорит о том, что мастера, которые подковали блоху, в России не перевелись. Вот. Ничего непостижимого нет. И желание сделать какую-то работу, и мастерство, и природная сметка, талант делают удивительные вещи. Если бы мы показали этот инструмент сегодня любому зарубежному исполнителю, у него тоже была бы высокая оценка. В инаугурации принял участие губернатор Алексей Русских. Глава региона первый выразил уверенность, что российские мастера смогут вдохнуть в орган новую жизнь. Поздравляю вас с этим замечательным событием, с презентацией главного, самым большого музыкального инструмента Ульяновской области, этим замечательным органом. Впервые он прозвучал на нашей земле 40 лет назад, и вот сегодня, спустя 6 лет молчания, мы слышим его вновь. Я хочу поблагодарить всех, кто принимал в этом самое активное участие. Программа «Вечера» открыл Домский собор Таревердеева. Далее прозвучала токаторами Норбаха. Также зрители услышали произведения Жигу, Вьерна, Бельмана. А исполнили их известные российские органисты – Евгений Кривицкий, Даниэль Зарецкий, Александр Патрушин, Владислав Муртазин, Рубин Абдулин. Первый органный концерт для широкой публики, по словам руководства Мемцентра, запланирован на 2024 год, после завершения всех ремонтных работ в Ленинском мемориале. Ирина Антонова, Юрий Конихин, Управда ТВ.